Благодарю вас. Во-первых, я хотела бы сказать, что мне безмерно приятно видеть своих петербургских коллег хотя бы и на виртуальной трибуне. И поблагодарить хотелось бы вас за приглашение поучаствовать в Конгрессе с непередаваемой атмосферой. Жаль, что не удалось встретиться лично, но тем не менее я хотела бы рассказать сегодня о комбинированной таргетной терапии рака почки. В настоящее время в первой линии терапии большинство больных получает антиангиогенное лечение. С 2019 года в стандарты терапии для пациентов групп промежуточного и плохого прогноза наряду с иммуно-онкологическими комбинациями вошёл тирозенкиназный ингибитор к абазонтинид. Резистентность к первой линии терапии развивается через 10-12 месяцев после старта, а состояние большинства больных позволяет продолжать дальнейшую терапию. Поэтому при одолении резистентности к ингибиторам ангиогенеза по-прежнему является актуальным, несмотря на то, что в первую линию пришли иммуно-онкологические комбинации. Комбинация линвотениба с савиролимусом стала стандартом терапии второй линии в качестве альтернативного режима на основании результатов исследований второй фазы ХОУП-205. Это был очень небольшой протокол, включивший всего 153 больных местно распространённым или метастатическим светлоклеточным почечным клеточным раком, прогрессирующим на фоне или после предшествующей единственной линии антивейджиев терапии с удовлетворительным соматическим статусом. Больных стратифицировали по уровню гемоглобина и скорректированному по альбимину кальцию и рандомизировали в соотношении один к одному к одному на терапию линвотенибом савиролимусом или монотерапию линвотенибом или монотерапию вавиролимусом. Традиционно для теразингеназных ингибиторов и ингибиторов ЭНТОР первичной целью исследования являлась беспрогрессивная выживаемость, а общая выживаемость, частота и длительность ответа в сочетании с безопасностью относились ко вторичным целям этого исследования. Пациенты, вошедшие в данное исследование, в основном были мужчинами. Возраст пациентов в среднем в группах составил 60-64 года. Хотелось бы обратить внимание на то, что около половины больных в каждой группе имели сниженный соматический статус, который соответствовал ЭКОК-1. Только у четверти больных, вошедших в этот протокол, имелся благоприятный прогноз согласно классификации МСКСС. Треть больных относились в группе промежуточного прогноза и около 40-44% пациентов в группе линовотениба относились в группе неблагоприятного прогноза. Большинство больных в качестве предшествующей терапии получали сунитениб, реже позапонит, реже другие антиангиогенные препараты. В данном протоколе была продемонстрирована беспрецедентно высокая частота объективных ответов на комбинированную таргетную терапию, которая достигла 43%. При этом частота полных эффектов составила 2%. Согласитесь, даже для первой линии терапии это был бы очень и очень высокий показатель. Для второй линии лечения раньше мы представить себя не могли о том, что подобные результаты достижимы. При этом медиана длительности ответа в группе линовотениба с виролимусом составила 13 месяцев. Частота объективных ответов в группах монотерапии была гораздо скромнее и составила 27,6% линовотениба и виролимуса. Длительность ответа составила 7,5 и 8,5 месяцев для монотерапии данными препаратами соответственно. Более того, у практически всех, кроме трех пациентов, вошедших в группу линовотениба с виролимусом, было отмечено уменьшение размеров опухолевых очагов. В среднем на 29%. Вы видите, что на фоне терапии виролимусом эти показатели намного скромнее. Кроме этого, линовотениб с виролимусом обеспечивал достоверное преимущество общей беспрогрессивной выживаемости по сравнению с монотерапией виролимусом. Медиана беспрогрессивной выживаемости в исследовании ХОУП-205 достигла 14,5, общей выживаемости — 25,5 месяцев. При этом наибольшее преимущество беспрогрессивной выживаемости было достигнуто в группах хорошего и промежуточного прогноза МСКСС, а также у больных с метастазами в лёгкие, лимфоузлы и кости. Несмотря на то, что медиана беспрогрессивной выживаемости у больных с метастазами в печень была выше в группе комбинации, разница результатов по сравнению с группами монотерапии не достигла статистической значимости. Я думаю, что это связано с очень малой выборкой пациентов с метастазами в печени в данном исследовании. Но высокая эффективность имеет и обратную сторону. В исследовании была зарегистрирована очень высокая частота коррекции режима из-за токсичности. Нежелательные явления третьей степени тяжести и выше были зарегистрированы у 72,5% пациентов. Серьёзные нежелательные явления у 55% больных. При этом каждый четвёртый больной был вынужден отменить лечение 66,7% пациентов снизили дозу из-за развития сложно переносимых явлений токсичности. Конечно, комбинация препаратов означает комбинированный профиль токсичности. В данном исследовании были зарегистрированы нежелательные явления, скорее всего, связанные с терапией линвотенивом, мультиокиназным ингибитором с высоким аффинитетом к молекулам-мишеням. Это диарея, артериальная гипертензия, гипотириоз, ладоноподошвина, синдром. Кроме того, веролимус внёс свой скромный вклад в спектр нежелательных явлений и обеспечивал со своей стороны респираторную токсичность, метаболический синдром и стоматиты. Несмотря на токсичность, оценка эффекта была возможна до развития токсичности, требующей коррекции режима. Медиана времени до наступления ответа в данном исследовании составила 1,9 месяца, а медиана времени до первого снижения дозы 2,5 месяца. Таким образом, имелся люфт в 2 недели, который позволял принять решение, нужно ли продолжать столь непростую в отношении профиля безопасности терапии, или её можно прекратить. Большинство больных в исследовании продолжало лечение, несмотря на высокую частоту редукции доз, перерывов и отмен терапии, эффективность комбинации высокая. При медиане длительности лечения 7,5 месяцев, медиана времени без прогрессирования достигла 14,6 месяца. Конечно, проводить непрямое сравнение результатов исследований второй линии терапии при раке почки некорректно. Критерии включения в исследование были очень разными. Тем не менее, мы видим, что однозначно комбинация лимботинипа с авиролимусом во второй фазе клинических испытаний показала самую высокую частоту объективных ответов. Да и беспрогрессивная выживаемость на фоне комбинированной таргетной терапии была наибольшая по сравнению с кабазантинипом, неволумабом и уходящим постепенно в прошлое окситинипом. Медоанализ данных исследований, изучавших вторую линию терапии рака почки, подтверждает, что лимботинип с авиролимусом по крайней мере не уступает кабазантинипу и неволумабу в отношении преимущества беспрогрессивной выживаемости. Общая выживаемость на фоне терапии лимботинипом с авиролимусом в исследовании ХОУП-205 была сопоставима с результатами, полученными для неволумаба и кабазантинипы. Это подтверждается данными метаанализа общей выживаемости и исследований второй линии терапии при почечно-клеточном раке. Но вот если мы начнем сравнивать профили безопасности, то складывается впечатление, что комбинированная таргетная терапия обеспечивает наибольшую частоту тяжелых нежелательных явлений, которые требуют редукции доз и отмен терапии. С комбинацией лимботинипом с авиролимусом может сравниться разве что кабазантинип, однако частота отмен терапии данным препаратом была почти в два раза ниже, чем частота отмены комбинированной таргетной терапии в исследовании ХОП-205. Конечно, такая комбинация невообразимой эффективности с очень непростым профилем безопасности заставила нас задуматься и послужила причиной для инициации российского многоцентрового наблюдательного исследования РОС-РСМ, которое было направлено на изучение эффективности и безопасности комбинации у больных с диссеминированным раком почки, прогрессирующим на фоне антиангиогенной таргетной терапии в широкой клинической практике Российской Федерации. Исследование стартовало в декабре 2016 года. Срез данных, результаты анализа которого я хотела вас сегодня представить, был проведен год назад, в июле 2019 года. В исследовании приняли участие представители 20 клинических центров Российской Федерации, в том числе и из Санкт-Петербурга. Исследование являлось наблюдательным, то есть обследование выполнялось в соответствии с принятой в каждом центре практикой. Комбинированная таргетная терапия проводилась согласно инструкциям и использование дополнительных методов обследования другой терапии предусмотрено не было. Критериями включения в протокол являлся возраст 18 лет и старше, подтвержденный диагноз распространенного почечно-клеточного рака, прогрессирующего во время или после завершения не менее одного курса антиангиогенной таргетной терапии, а также назначение пациенту линвоцинипом в комбинации с савиролимусом. Единственным критерием исключения являлось наличие противопоказаний для назначения данных препаратов, указанных в инструкции. Первичной целью нашего исследования мы избрали беспрогрессивную выживаемость, ко вторичным целям относились общая выживаемость, частота и длительность ответа и контроля на допуголь, а также профиль безопасности. В наше исследование вошло 73 больных, это больше, чем группа комбинации в исследовании Хоу-205. Доминировали мужчины медиана возраста 60 лет. Обратите, пожалуйста, внимание, что у каждого пятого пациента имелся резко сниженный соматический статус в соответствующей ЭКОГ-2-4. Такие пациенты не включались в регистрационные исследования. Доминировали больные со светлоклеточным вариантом почечноклеточного рака. В большинстве случаев ранее удалялась первичная опухоль. И у 44% пациентов ранее на том или ином этапе лечения болезни удалялись метастазы. У четверти наших пациентов имелся хороший прогноз, у третьей промежуточный прогноз и 45% больных относились к группе плохого прогноза АМДС. У третьей больных имелись синхронные метастазы. В отличие от исследований Хоу-205, в нашем исследовании доминировали пациенты с множественными метастазами, локализующимися более чем в одном органе. При этом чаще всего у наших пациентов выявлялись метастазы в легкие, регионарные и нерегионарные группы лимфоузлов, кости и печень. Метастазы в печени имелись у третьих наших пациентов. Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что приблизительно 20% больных имели локализацию метастазов, которые традиционно очень плохо поддаются системному лекарственному воздействию. Я имею в виду местные рецидивы и метастатические сирозиты, клевриты и асциты. У семи пациентов, вошедших в наши исследования, имелись метастазы в головной мозг. В большинстве случаев больные с метастазами в центральную нервную систему получали дополнительные методы локального воздействия на интракраниальные метастазы. Хотелось бы также обратить ваше внимание, что более 60% наших больных получало ранее больше одной линии предшествующей терапии. При этом вы видите, что каждый пятый больной получил три линии лечения, а пять и один больной, соответственно, получили четыре и пять линий предшествующего лечения. То есть это была очень и очень непростая популяция пациентов. Все больные ранее получили ингибиторы ВИДЖФ. Особое внимание у нас вызвала подгруппа больных, которые раньше получили ингибиторы МТОР. Этот интерес был связан с тем, что в комбинацию входа с ингибитором ТОРа веролимуса, конечно, такие пациенты в регистрационные исследования не включались. И девять пациентов успели получить неволумаб до назначения комбинированной таргетной терапии. Ответ и длительность ответа на предшествующее лечение у наших больных были предсказуемыми. Как правило, имело место стабилизация опухолевого процесса с медианой жизни без прогрессирования 11 месяцев на первой линии лечения. Также обратите, пожалуйста, внимание, что большинство больных отменили терапию по причине прогрессирования опухолевого процесса. Однако у пяти пациентов непереносимая токсичность терапии ингибиторами теразинкиназ вызвала отмену предшествующего лечения. И, конечно, мы с большой осторожностью наблюдали за этими больными, ожидая кумулятивной токсичности после назначения очень агрессивного высоко афинного мультикиназного ингибитора линвотениба. При медиане наблюдения 9,7 месяца лечения продолжают 48% пациентов. 38 больных завершили терапию в основном из-за прогрессирования. 14 больных умерли из-за прогрессирования опухолевого процесса. Трое больных имели непереносимую токсичность и завершили терапию из-за невозможности ее коррекции. Медиана продолжительности завершенной терапии линвотенибом савиролимусом была 7,4 месяца. Медиана количества циклов терапии 7. Но, на мой взгляд, весьма интересен тот факт, что медиана длительности терапии у всех пациентов, включая тех, которые продолжают лечения, была больше и составила 10 месяцев. Максимальное время наблюдения за пациенткой, продолжающей в настоящее время лечения, составляет 30,5 месяцев, в течение которых она получает комбинированную таргетную терапию. Медиана числа циклов лечения у всех больных составило 9. Медиана беспрогрессивной выживаемости в нашем исследовании была сопоставима с результатами регистрационного исследования составила 16,9 месяцев, 6 и 12-месячная беспрогрессивная выживаемость достигла 81 и 62 процентов, при этом факторами риска беспрогрессивной выживаемости у российской популяции больных являлись семантический статус, группа прогноза, количество линий предшествующей терапии, перерывы в лечении. Медиана общей выживаемости составила 20,8 месяца, что было также сопоставимо с результатами регистрационного исследования, напомню, что сроки наблюдения для оценки общей выживаемости конечно в нашем исследовании недостаточны, 6 и 12-месячная выживаемость наших больных были сопоставимы с исследованием КОУП-205, 85 и 69 процентов соответственно. Факторами риска общей выживаемости, независимыми факторами риска являлись низкий соматический статус и проведение только одной линии таргетной терапии до старта лечения ленвоцинигом савиролимусом. Я могу дать этому факту только одно объяснение. На том этапе, когда комбинация ленвоциниг савиролимусом появилась в нашей клинической практике, как правило, стремились назначать эту очень непростую, судя по публикации регистрационного исследования, комбинацию в наиболее поздних линиях лечения. И во второй линии терапии эта комбинация назначалась только пациентам с очень бодным прогрессированием опухолевого процесса, с наиболее неблагоприятными признаками опухоли. А вот частота ответов на лечение в нашем исследовании нас разочаровала. Объективные ответы были зарегистрированы только у 11% больных, при этом время до объективного ответа составило 2 месяца. А вот контроль над опухолем был достигнут у большинства пациентов 93% больных при длительности контроля за опухолем 10 месяцев. Не исключено, что низкая частота объективных ответов, зарегистрированная в нашем исследовании, может быть связана с особенностями изменения размеров и структуры метастазов на фоне комбинированной таргетной терапии. На данном слайде вы видите очень яркий и очень характерный для действия ленвотенибоса дыролинусом пример резкого снижения плотности и интенсивности контрастирования метастаза. На данном слайде представлен метастаз в печени как проявление некроза. При этом размеры метастаза практически не изменились. На этом слайде вы видите очень быстрый ответ со стороны метастазов в легких у больного получившего только два цикла комбинированной таргетной терапии. Еще одной особенностью комбинации является быстрая реализация противопухолевого ответа в отношении опухолевых серозитов. Вы хорошо знаете, что опухолевые плевриты и асциты очень трудно поддаются контролю с помощью системной терапии. Линвотиниб савиролимусом у нескольких больных с опухолевыми плевритами и пациентов с опухолевыми асцитами позволил очень быстро в течение нескольких дней после старта терапии добиться выраженного ответа со значительным уменьшением объемов выпада брюшной и плевральной полости. На данном слайде вы видите регрессию двухстороннего плеврального выпада, у больного которому не проводились плевральные пункции. Профиль безопасности в исследовании Рост РСМ, ожидаемый, как и в любой наблюдательной программе, оказался более благоприятным, чем в регистрационном исследовании. Конечно, это, с одной стороны, свидетельствует о недостаточно активном выявлении нежелательных явлений и, конечно, недорепортировании. Однако, с другой стороны, если имеет место недорепортирование, значит, эти виды токсичности переносимы для пациентов. И это свидетельствует о, возможно, более благоприятном профиле безопасности комбинации, чем было заявлено в очень небольшом регистрационном исследовании. Вы видите, что частота любых нежелательных явлений составила 83,6%. Третья и пятая степени тяжести нежелательные явления достигли только у 23% больных, что гораздо меньше, чем более 70% в регистрационном исследовании. Серьезные нежелательные явления были зарегистрированы в 5,5% случаев. Отмена обоих препаратов потребовалась только в трех наблюдениях. 4,2% это намного ниже, чем четверть из больных в регистрационном исследовании. Ну и, конечно, нас интересуют перерывы в терапии, прежде всего, перерывы в лечении неверолинусом, которая в основном была обусловлена стоматитами, составила 14 дней. Редукция дозы линвотениба потребовалась у трети больных в основном на один уровень с 18 до 14 миллиграмм в сутки. На два уровня снизили дозу 8% пациентов. И хотелось бы обратить ваше внимание, что эскалация дозы линвотениба после временной редукции дозы была осуществима у 6 пациентов. Мы не зарегистрировали новых, как неописанных ранений нежелательных явлений на фоне комбинированной таргетной терапии, так же, как и не получили новых сигналов по безопасности в отношении лабораторных отклонений. Наиболее распространёнными нежелательными явлениями, которые регистрировались в широкой клинической практике, являлись диарея, слабость и артериальная гипертензия, которые были зарегистрированы у 50 и 45% пациентов, соответственно, также нередко регистрировались мукозиты и ладоноподошвенный синдром 30 и 25% соответственно. Наиболее частыми нежелательными явлениями третьей и четвёртой степени тяжести являлись диарея и артериальная гипертензия, 13,5 и 8% больных, соответственно. Один больной имел фатальное нежелательное явление, МТО-рассоциированный кульмонит на фоне выраженного эффекта комбинированной таргетной терапии, к сожалению, назначение глюкокортикостероидов смены иммуносупрессивной терапии не позволило добиться клинического ответа и больной погиб от бурно развивающегося пульмонита, которому присоединилась бактериальная и грибковая пневмония. У этого пациента было длительно текущее аутоиммунное заболевание, было принято решение, что низкие дозы виролимуса допустимы у такого пациента, но, к сожалению, эти ожидания не оправдались, и этот случай свидетельствует о необходимости тщательной селекции кандидатов для проведения того или иного вида онкологического лечения, в том числе терапия ингибиторами МТОР. Среди лабораторных отклонений в клинической практике чаще всего регистрировались анемия и увеличение уровней трансаминаз. Нейтропения, гипергликемия, гиперхолестериномия регистрировались казуистически редко. Лабораторные отклонения крайне редко достигали третьей степени тяжести. Речь идет об анемии и увеличение уровней трансаминаз и практически не было зарегистрировано случаев четвертой степени лабораторных отклонений. Нам удалось зарегистрировать динамику соматического статуса в процессе лечения у 67 больных, вошедших в исследование Рослер-7. При этом улучшение состояния пациентов было зарегистрировано в 85% случаев, еще и у 9% больных на фоне терапии комбинации, которая, согласно данным регистрационного исследования, должна иметь очень непростой профиль безопасности и, по идее, должна ухудшать качество жизни пациентов, была зарегистрирована еще у 9% больных, и только 6% пациентов имели ухудшающийся соматический статус в процессе терапии. Таким образом, назначение комбинации линвотениба с авиролимусом во второй последующих линиях терапии распространенного рака почки рефракторного кондиангиогенному лечению высокоэффективно и ассоциировано с предсказуемым спектром нежелательных явлений и удовлетворительным профилем безопасности. По данным исследований Рослер-СЕМ у российской популяции пациентов была отмечена более низкая частота объективных ответов, однако сопоставимая с результатами регистрационного исследования выживаемость и, несомненно, лучшая переносимость комбинированной таргетной терапии, чем по данным регистрационного исследования. Я благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...